Вітаю вас, шановні телеглядачі! Знову на телеканалі Мегаспорт Великий Бокс. И зараз, до вашей уваги, без званя интерконтинентального чемпиона світу за версією IBF у суперважкій везі між Коліном Вілсоном та Олегом Платовым. Цей вечір боксу для вас коммунтует я, Иван Чуперка, и я, Вячеслав Понощовный. Вышли уже оба соперника в ринг, ну и я думаю, что многие уже видели поединки с участием Олега Платова. Напомним, что это украинский боксер, который ныне проживает в Бельгии. Родился Олег Платов в Днепропетровске. Ну и после того, как провел по любителям всем поединков в Украине со своим тренером Сергеем Жалящим, он перебрался в Бельгию и там выиграл чемпионат страны. Провел Олег Платов на профессиональном ринге 25 поединков, один проиграл, 24 выиграл и среди них 20 досрочных побед. Ну и соперник Олега Платова Колин Вилсон, досвеченный боксер, 34 роки, 2 метра рівного, он має зріз, Шульгана Ринзі. Ну и напомним, что пояс интерконтинентального чемпиона. Олег Платов завоевал в поединке против Генри Акинванде, которому на тот момент было уже 40 лет. Ну вот так вот быстро начал Платов поединок, сразу пошел вперед. Все отличается такой агрессивной манерой ведения боя у Платов, старается вкладываться в каждый удар, но нужно отметить, что делает это с замахом и очень видны эти удары Олега Платова. Мы уже рассуждали по поводу технических навыков Олега в поединке против Генри Акинванды, в котором Платов с трудом одержал победу, много ударов пропустил, но благодаря пассивной манере ведения боя Генри Платова удалось одержать победу, при том, что тогда он боксировал, как оказалось, с травмой. С правой рукой он практически не наносил удары и все время набрасывался на соперника с левым боковым. Ну и это все-таки помогло ему достичь победы. Сейчас уже мы видим, с правой рукой все нормально, частенько им справа пробивает Платов. Пока что соперник выдерживает все эти атаки, сам не атакует. Ну и можно говорить, что пока еще лишь два удары удалось нанести Новозеландцу, но Олег как всегда в типовом для себя он реально насправді доминует в ринзе. Уже не пропускался ударов Вилсон. Ну и что еще нужно отметить, что Генри Акинванды был тоже очень жестким соперником, по два метра, ну и Австралийс тоже 195 сантиметров, да еще и левша. Мы просто намагаются сломать сейчас Олег. Новозеландцы, бачимо перший нокдаун. В песчинку влучшил Олег Платов. Мощный удар по печени действительно пропустил Австралийс. И законный нокдаун он отчитывает ему рефери. Еще не помиляюсь, суть рефери в ринзе Даниэль Талон. Он опять же таки пошел вперед Платов, пытаясь допить соперника. Ну и у него сейчас шанс закинчить уже в первом раунде цей свой захист титулу. Проходит право через руку. Треба уважнейше зараз Олегу. Можливо, на выбор треба попрацювати. Да, ну часто просто не подготавливает свои атаки Олег. Набрасывается на соперника с размашистыми ударами. И будь соперник, конечно, посерьезнее, мог бы поймать на контратаку Олега. Но пока что, как мы видим, не опасается Олег абсолютно ударов австралийца. Не обращает на них внимания. Идет вперед. Хороший первый раунд, несмотря ни на что. Побывал уже соперник в нокдауне. И уверенно начал Плату. Смотри, ты хорошо работаешь. Попадаешь. Понял? Хорошо. Сергей жалящий варит Олега. Мы слышим, что все нормально, работает в свое удовольствие. По печени голову. Да. Смотри. Как мы уже говорили, с 14 лет начал тренироваться у Сергея жалящего. Олег. Ну и после того, как выиграл он полюбителем чемпионат Украины и путевку завоевал на чемпионат Европы в Баку, но не поехал по каким-то причинам, они решили со своим тренером отправиться в Бельгию. В поисках перспективы. Но, как говорил сам Олег, в реальности все оказалось не так хорошо, как на это надеялись. Были проблемы с документами у Олега. Не мог он выезжать в Бельгию. Но потом подключился Вильфрид Заурленд, который помогает Олегу. И сейчас все чаще Олег появляется в андеркарте, проводит поединки в Германии. Видимо, у Олега выскочила капа, остановил рефери бой. Не в результате удара она выскочила. По-моему, там как-то сам Олег зацепился головой. Об австралийца смотрим. Да, головой австралиец об одну Олега. Низька ручная швидкость в поле на Вилсона, и тому не маю бути серьезных проблем у Олега Платова. Это несмотря на то, что австралиец провел 53 поединка на профессиональном ринге. Огромный опыт. Но почему-то очень слабо он пользуется своей правосторонней стойкой. И не использует свое это качество. Не больше на планах зараз про захист и про сбореженное здоровье зараз думает Полин Вилсон. Дает зажать себе часто канатов. Ну вот, попытался пробить только что австралиец левый прямой, не попал. Но уже то, что он начал подключать свою левую руку, радует. А то вообще как-то очень пассивно себя ведет соперник. Ну вот, сейчас на выбор просто бьет Платов, пытается пробить защиту. Австралиец все это выдерживает. Как и говорил Сергей Жалящий, треба працювати в свое задоволение. Ну и видно было, что Олег на самом деле задоволен тем, что происходит в ринге. Не мов, сейчас спарринг происходит на штутгартской порш-арене. Ну что, снизил темп уже сам Олег. С наскокой не удалось решить проблему австралийца. Ну и взял паузу. Видим, уже делает глубокие вдохи. Нужно рационально проводить поединок, конечно, дабы не вымахаться в первых раундах. Напоминаем поединок 12-ти раундовый. Мало зрителей пока что присутствует в зале в Порш-арене, который, кстати, вмещает около 13 тысяч зрителей в торт. В этом пыльнинге хорошо работает именно правой рукой Олег. Залечил он травму, кстати. По слухам у Олега были проблемы с руками, были даже трещины. Лечил он правую кисть. Ну, будем надеяться, что все нормально и не будет проблем с руками Олега в будущем. Ну, при том, что нам показывали постельный куточек самого украинца, было ощущение, как постельно говорили австралийцы, что треба працювать джебом, обовязково только джебом. Ну, так вот он и начал працювать этот раунд. Ну, и что интересно, австралиец не заходит за левую руку Олега, как он должен это делать, а смещается влево, подставляясь под удар правой Олега. Ну, много разговоров было и от самого Олега, что он готов уже выходить против любых соперников. Напоминаю, что Олегу Соличу 24 года, ему еще есть чему учиться, поэтому, наверное, пока что такие соперники, как сейчас мы видим, закономерность. Продолжает откладываться каждый удар Олег. Ну, сейчас непогана двойка была от украинца, но немного снизу феноберты. И, как мы видим, важко иногда украинцам працювать против соперников, которые отверто выбирают работу другим номером. Принаймні, в целом два боя ему дается нагода навчитесь скрывать такий глухий захист, такий мы сейчас видим во выполнении Коллина Вилсона. Низко опускает сейчас свою правую руку Вилсона. Он не может, есть сенс этого попробовать подготовить потужный удар левый боковый, использовать этой шпарины в защите. Но, наконец, пошел Вилсон вперед, и то, о чем мы говорили. Вызвал такое впечатление на атаку соперника Олег. Дал зажать себя в углу и тут же резко пробил навстречу правым, попал, но удар был не сильным. Выдержал его австралиец. Ну вот, пропускает Олег. Чересчур начал вести себя самоуверенно. Ну, непогана кинцівка від украинца. Півтори тисячі чоловік варять пиво на заводі Сармат. Найголовніше – служба якості. Під контролем усе. Приготовление кращого солоду. Якість баварського хмелю, бездонаність скла, сотні параметрів пивоваріння, контроль и ніякої пастеризації. Служба якості Сармат гарантує. Тобі сподобається. Живий Сармат. Смакуй життя. Кожного разу гоління спіною «Арко» приносить тобі вина вороту. Знову і знову. «Арко» – ідеальним бути легко. З усіх суперників, з ким проводив двобої на професійному ринзі Корін Вілсон, треба відзначити Корі Сандерса. Програв він знаменитому південно-африканцю в гостях, на губатьківщині. Накоутував тоді вже в другому раунде Корі Сандерс. Найомо, кстати, цей поєдинок прошел 24 октября 2006 року. Говорить о том, що пока що Корі Сандерс, победителю нашого Владимира Кличко, не збирається зав'язувати кар'єру, продовжує проводити поєдинки, але як-то неслышно о ній. Ну і зараз, до речі, пропустив Платов. Треба бути більш уважним Олегу, вище піднімати рукавички. Ну і є над чим працювати в захисті Олегу і його тренеру однозначно. Ну і вже багато відмечали именно на дурі в захисті Олега, на те, що він опрометчиво бросається і розкривається при этом на своїх суперників. І можна смело предположити, що якщо соперник буде бістрий, технічний, то буде проблеми больші у Олега. На захисті треба працювати. Але зато однозначно можна сказати, Людовику Мейсу по очкам в шести раундах. Ну, сам Олег сказав, що тогда був у нього такий период в житні. Він не був настроений на цей поєдинок. Він не був на цей поєдинок. Він не був на цей поєдинок. Олег. І він считає, що він не виграв той поєдинок, але і не проіграв. Але суть і судьи предвзяты від неї снизі, тому що він не нокаутировав соперника і віддали побіду Людовику Мейсу. Ну і потрібно сказати, що потім, через год буквально, він нокаутировав цього Людовика в третєм раунду. Удачно реваншувався. До речі, бельгійський менеджер Олега Олень Венекере і досі веде його разом з менеджментом Вільфреда Заврланда. Вболівають з Олегою в Бергії. Чимало він там здобув собі вболівальників, поки боксував у цій країні. Задавали вопрос на счет того, що не збирається ли сменять менеджера Олега. Він говорит, що ми зараз над цим працюємо. Він іщет нових менеджерів, які могли б побыстрі продвинуть кар'єру. Ну і надавати, що на Вільфреда Заврланда надіється Олег. Вибіж менеджу рівню зараз. Колін Вилсон. Мікості я не в ринзі. Вже не так домінує в ринзі Олег Платов. Все-таки досвід дається до знаки. І пув, напам'ятаємо, на межі в кінці першого, на початку другого раунду, на межі нокауту Вілсон, і в цьому раунд, скоріш за все, судді поставили оцінки 18 на користь українців. Ну, якщо ми помнім, проти Гена Якинванди Платов, 12 раундів пробоксував в середньому темпі, і, в общем-то, можна сказати, що з вносливості у нього все нормально, то вот вопрос о вносливості к Коліну Вілсону. Впоследній раз він 10 раундів проводив в 2004 році, но 12 раундовий поєдинок він проводив в далекому 2002 році проти того же Буба Міровича, проиграво ему разделеним рішенням судьям. Кровотечення вже відкривається у австралийців, потек нос, але, не знаючи на що, вже більш активний австралийців, неблагодаря тому, що Платов, в свою очередь, снизив темп. Держу кавичками проходять удари від Платова. Отак треба працювати у леву, нічого не прометано блоку, а просто ухиллятись від ударів у Вілсона. Студі буде гаразд. Можуть це робити Олег насправді. Ну, от, так заігруватися нельзя. Отпустив руки, пропустив один удар, второй. Ну, а якщо був соперник, був більш серйозним, сильним ударом, пошел би на добивання, щоб було тоді. Всякаво, що вже пристрілявся своєю лівою рукою Вілсон. Ну, це ж таки, 20 нокаутт у 33-два боях. Такий показник не самих низьких. Зважаючи, що підняти руки потрібно Олегу. Ну, і часто, треба сказати, робить промахи. Олег, благо, соперник не пользується цим, ну, от, питається, опять же таки, пробити защиту силовими ударами, безрезультатно. Я думаю, ці удара таки даються в знаки, таки частково рукавичка досягає своєї мети. Але, однозначно, не було ще чистих ударів в цьому раунді. А ось ми бачимо, як правою неударною рукою працює Вілсон. Ну, зараз буде цей удар, ну, не дало, на повторю удар лівою прямою від Вілсона. Да, ну, цей раунд, можна сказати, як званок для команди Олега. На пропускалом в цьому раунде. Ми бачимо, що Генедето Монтелло, вице-президент IBF, щось, щось він спілкується з менеджером Зерландевент. Напевно, що щось радить він менеджером німецького клубу. Ну, це трохи занюти бував. Віталі є. Ну, дійсно, якого інтересного достатньо було почало. Нокдаун в першому раунде. Ну, і щось обороти снизились. Олег почав почнути пятиться. Меняет стойки. Олег. Щас тоже решил побоксировать как левша. Ідея ви буваєте звук «Абон pré Server». Вообще удара нету. Так выбрасывает руки. Такие вражения, что проблемы с физикой зараз украинца. Ну вот, нарвался на правой боковой Закончить за этот выбью для него. Вот эти спорты в первом и другом раунде и, возможно, длились в знаки. Сейчас нужно восстановить Олегу быстрее. Очень долгие паузы между активными действиями сейчас у боксеров. Ну уже понял, Олег, что стойкий соперник. Не удастся вот так вот нокаутировать бурными беспорядочными атаками. Ну вот. Который раз пропускает. Пошел по прямой назад и пропускает Олег. Разозлился, пошел в размен. Слышен жаляющий подсказывает работать. Ну, хотелось бы услышать, как именно работать Олегу. Какие комбинации проводить. А то очень так все однообразно. Нужно признать. Мы учимы, как немецкие блядачы облеском лятают и австралийцы. Я думаю, что заява Олега Платова, что он уже готов бутися с самыми сильными боксерами, пока что перед часом не справлено. С улыбкой воспринял эту атаку Олег. Ну, я думаю, судьи отметят не эту улыбку, а именно удачную атаку австралийца, который уже второй раунд подряд выглядит, на мой взгляд, предпочтительней. Окей? Но ты просто работаешь немного больше и думаешь немного больше. Удаляйте левую руку, ты его сейчас. И, брат, если что-то, что ты должен делать, то держи руки. Не опускайте руки, самое главное, советует тренер Колину Уилсону. Ну и, до речи, та самая порада, что и все равно говорит Сергей Жалящий, что нужно больше работать и все равно думать. Да, вот с этим, наверное, пока что проблемы. Делает все-таки уже замечание соперникам рефери, что они опасно идут головами вперед, но и предупреждает их, дабы кто-то из них не получил рассечения. Нет каких-то наработанных комбинаций в исполнении Олега. Вот на корпус решил поработать Олег, вспомнивая о том, что в первом раунде именно удар по печени сделал свое дело и был мэкдаун. Действительно, почему бы и нет. Удары по корпусу заставляют оставляться опускать руки, можно как-то он перевести свои атаки на голову. Непоганый зараз топинг продемонстрировал Платов. Треба отразвиваться право и прямо. Знать на удары, не знаю, как назвать правильно. Удары на зустричь. По корпусу пропускает уже и Олег. Встал в шульгу зараз украинец. Да, мы уже говорили о том, что он постоянно меняет стойки. Надеюсь, таким образом сбить с толку австралийца. Еще 45 секунд до закінчения раунда. Можно еще попрацювати. Задобути тут додатковую балу на свою користь. Ну вот, еще один левый прямой пропускает Олег. Таким образом, я думаю, австралийцы. Сравнивает. Вот поединка. Шины Amtel Planet забезпечить точное керувание на мокрой дороге. Завдяки подвійній дренажной системе, яка эффективно відводить воду з місця контакту. Чтобы вы за кермом відчували себя впевненно и комфортно. У будь-яку погоду. Amtel. Нова якість руху. Художили в Дом Морозово. Это смак детства. Ласунка. Ласунка. По звичайному, ласунка. Ласунка. Потому что Морозово, это ласунка. Треба бути обережним. Идяго лівою рукою хочу. Можливо, просто неправильно переклав, неправильно почуточніше. Насколько я услышав, тренер подсказал, что ты можешь его поразить. Ну и всяческим способом пытается его настроить. Почаще атаковать. Действительно, австралиец должен обратить внимание на свой левый прямой, который частенько проходит и почаще пробивать. Левый прямой. Два подряд лево-боковых прошли по цели от Олега. И опять остановился. Отдал центр ринга Олег. Хорошо по корпусу австралиец пробил. Ну вот, смотря на австралийця создается впечатление, что он подустал, тяжело дышит, так же тяжело передвигается. Ну все ці бокові, які він пропускає от Платова, зазмілося, що тихі мають даватися в знаки, але дуже турбує те, що так легко пропускав ці удари Олег. Тей сам удар в корпус. Все бачив, українець, але пропустив він удар в корпус. Ну и теперь він сам віддає назад те, що пропустив від австралийця. Тей сам відбувається. Тей сам бачить. Тей сам бачить. Тей сам бачить. Відомившись? Ви розуміли? Ще одне заміщення получаєт Олег. Скільки ще не знімаю? Толун, я чок, пачок. Інель, талун. Ну і вот, братсью. Ну что ж, старается не оставаться в долгу австралиец, тоже пробивает по корпусу. Да, но этот удар австралийца было видно, как говорится, издалека с замахом пытался пробить Колин. Вот именно за эту работу, которую мы сейчас видим, сделал замещание аэрофери Олегу. Отталкивал соперника локтем, пошел головой вперед, что запрещено правилами. Пропущенный удар от Платова, и уже после пропущенного удара вы решили заместить проворачку. Ну вот, что мы отмечали, нужно немного больше работать, чаще атаковать. Проходят часто атаки австралийца, просто нужно чаще это делать. Ну тут уже, конечно, другая проблема, выносливость. Ну и начинается девятий раунд, нагадаю, это бей за звание интерконтинентального чемпионата света за версию айбег в супервешкому дивизиону. Встречается наш пивящий коллег Платов, он сейчас правооручлен на ваших экранах. Да, и в этом раунде Олег, смотрим, стал более легким на ногах, в целом случае пытается. А соперником украинца есть австралийц с новозеландским паспортом Олін Вилсон на прозвищу Шахта. Ну и сейчас пропустился двух ударов Олег Платов. Треба быть более важным украинцем. Ну вот, как же можно так позволять сопернику забивать просто себя канатом. Мы можем говорить про то, что девятий раунд внес чимало интриг в этот дво-бей. Активнейше обидво хлопцы начали працювать. Такое впечатление, что у каждого из них открылось второе дыхание. Но вот по этому эпизоду можно сделать висновок еще для Вилсона. Это второе дыхание уже закончилось. Замість того, чтобы працювать после того, как отверто промахнулся Олег Платов, он просто перевел подвиг. Аперкот. Аперкот бы было непогано пробити украинцем. По-моему, в этом поединке мы еще ни одного апперкота в исполнении Платова не видели. В основном работают боковыми. Ну и реже мы видим правый прямой. Ну можно говорить про то, что если бы больше здоровья было Вилсона и лучше он был физически подготовлен, то были бы более серьезные проблемы в Плату. Мы видим, что проходят удары австралийцы, когда он начинает свои атаки. Я не думаю, что все раунды Олег выигрывает. Были удачные раунды его австралийца. Не пытается даже Олег поймать на конт, в контратаке пробить навстречу. Как-то плавно они переходят от ударов к защите оба. Выдержал атаку Олег. Начал сам атаковать. Как на тренировке. Протяните его, нумерится severe. Э ambientPUTA на плав seis разжигал. Сухий breath в голос. Постейно акцентую увагу на левой руке тренер австралийца. Мы увидим, что из него выйдет. Нагадаю еще раз, что Колин Вилсон Шульга. Ну и пошел вперед Вилсон. Но можно говорить про то, что даже появился у него шанс перемогти. Конечно, в пачках он вряд ли уже победит, но нокаутом он победит. Если, конечно, чисто влучить, он своей левой рукой. Прокупостейно говорит тренер. Ну вот несколько правых. Прошло. Один раз пропустили ударом в печенку. Еще один. Ну что ж, есть шанс у Олега сейчас закончить поединок досрочным. Но, несмотря на это, австралийц пошел вперед. Но это уже интересно. Ну, это бей зазвания интерконентального чемпионата за версию IBF. Чекали такого розвитку подий телеглядачей. Вот ответ украинцы. Ну и что? Ну что, сильная атака с двух рук пробил Олег. И нокдаун или нокаут? Сможет ли подняться? Нет. Мы уже, видимо, выкидывает тренер белое полотенце. Что означает, что не сможет продолжать поединок. Колин Вилсон таким образом. В десятом раунде Олег Платов защитил титул интерконтинентального чемпиона мира по UFC IBF. С чем его и поздравляем. Треба изначити, что десятий раунд мог стати взагалі раундом. И для Колина Вилсона. Тому, что непогано он пошел вперед. Но это нам зараз кинцівку показывают. Сильные удары пропустил Колин. Удалось пробить защиту Олегу. Пошел ва-банк, несмотря на то, что пропустил. В Австралии с ударами. Пошел в размины. Ну и тут уже поймал его Олега, надо сказать. Закумуливали все эти боковые, что раньше наносил Олег. И еще этот удар в печенку, который был. Но нужно знать, что гидный опор чинил австралиец. После первых двух раундов, казалось, что долго не длится. Но мы видим, что девять с половиной раундов работали боксеры в ринзе. Ну что ж, еще раз отметим, что очень неплохие задатки у Олега Платова. Но есть над чем работать. Очень отрадно, что мы видим герб Украины на халате у Олега. Помним, что Олег родился в Днепропетровске. Сейчас проживает в Бельгии. Ну и в последнее время все чаще выступает в Германии. Встречает нам крупным планом Олега Платова. Приветствовал его Менедето Монтелло с этой победой. Важным был этот два боя для австралийцев. Такий Дэйв Пэрис был реферинг всего два боя. Дуже схожий Дэйв Пэрис и Даниэль Талон. Один на одного английского французского. Олег Платов. Еще раз поздравляю Олега с победой. Ну, кстати, у Олега спросили, какие у него увлечения. Сказал Олег, что любит он рыбачить и играть в Counter-Strike. Ну и витая Вилсона, Менедето Монтелло. Насправді молодцы хлопці. Особенно в основном раунде показали вони яскравый бокс. Ну и... Ну, в общем, скажем, начало и конец было действительно зрелищным. Середина поединка была немножко нудновато.